Стало мало возможностей для зеков отримать нечто в себе свыше дозвольного режима. Стало больше режимных мероприемств. Усё в этом мае на увазе максимально ускорбить життя зека в удобствах. Позбавить его на сколько этого возможностей свободного часа. Большинство свободного часа у зека уходило на работу, на режимные мероприемства. Ну и, конечно, главное в нововведениях это в связи с декретом и на этой ширине увели 100% выход на работу у всех жителей. Неважно, есть работа, нет работы, ты должен увезти на православную зону и там спастися до тех пор, пока тебе оттуда не снимется. Заработки, главное, это что их нет на углу. То 90% зеков отремливают в меже 50 тысяч рублей в месяц. Больше зеков отремливают там 200, 300, 505 тысяч рублей в месяц. Одинковые специальности, одинковые посадки, где можно отремливать там больше за миллион. Это кому вельми шансую. Я работал особисто на ИК-15 на древопрацовцы, чтобы пробил поддоны древляные. Доброе было то, что там не было... На тот момент на меня еще не было такого мощного административного оттиска, который начался позднее. Я это связываю с тем, что на тот момент, когда я был на ИК-15, мне еще только-только признали политвязнью. И тиск начал восстанавливаться по мере того, как становилось больше публикации в прессе, больше надавалось важности, скажем так, нашим персонам. Началось все делать, так бы говорить, по закону. А по закону это значит очень жестко. Потому что правила внутреннего распорядка и УИК, побудованные в колониях таким чином, что, деляя все по закону, человека можно целиком снищить. На ИК-17 меня отправили так же працевать на древопрацовку. Ну, немного больше за месяц я там працевал. Робили так же эти поддоны. Одною все от працы за того, что меня, ну, как и других из невольных, не только меня, у всех нас заставляли працевать промысово. Докладнее заставляли працевать сверху, это было завершенно. Более чем это позволено, даже по закону. И у всех это устраивало в зоне, ну, у всех языков арештантов. Никто, особенно, сопротив этого не бунтовал, претензий никаких, когда начальство не выказывал. Ну, тогда я, полиставши УИК, уголовно-выконавший кодекс, выросил, что працевать по субботах я не буду. Это уже занадто. Отмывался от працы, за что я держал 6 месяцев помешкания камерного типа. Досидевши их, одразу съехал на крытую, так званую, толпок натуральный режим. Потом, уже коли натуральный режим, на меня возбудили справа по 412-му стыкуле. Я съехал на ИК-9 горки, с годом дополнительным. Меня снова, конечно, поставили на древопрацовку. Мы давали это тем, что я уже специалист на двух колониях уже образованных этих поддонах, где-то и далее туда. Но в законе, в ИК-9 написано, что арештанта треба працевладковать по мягчимости и по его специальности. Так как специальности у меня юрист правовед, а я веду, что в зоне хапая посадов даже для арештантов, конечно, не выды чисто юридичных, а для таких, где и умение працевать с документами потребовалось бы. Я стал добиваться от администрации того, чтобы меня туда працевладковали. А если не хочется, то хотя бы нехай платить заработную плату и не жить за установленным законодавством. Это было там в районе двух зниженных миллионов на тот момент. Конечно, это работники отмолились, доказывали мне, что мои потребования не законные, хотя они целком законные, и это и в АУИКе прописано. И мой адвокат так само об этом сказал. И после десяти пяти отмолов и двух месяцев проведенных в штрафном изоляторе меня так само отправили на шесть месяцев в помешкание каменного типа, как уже вельми-вельми злостного порушальника под тем предлогом, что я весь час обмавляюсь от працы, а это мой святый обовязок не быта. И так далее. И так далее. И так далее.